Что-то невообразимое уже который год происходит с аппетитом гостей ресторана Цимис. Как только они оказываются в симпатичной квартирке тети Сони, приветливом дворике Подола или узких залах с витражами Марка Шагала, то готовы съесть все, что веками придумывали на своих кухнях заботливые тетушки Симы и бабушки Цили для многочисленных чад, племянников и внуков. Сразу же хочется отъесться за весь еврейский народ, который многие века не знал покоя и достатка. Противостоять этому желанию непросто, особенно если знаешь о золотых руках Беллы Львовны, которая сотворит гастрономическое чудо из любых попавших ей под руки продуктов. Однако очень часто новое оказывается, если недавно забытым старым, то во всяком случае блюдом минувшего сезона. Взять хотя бы окрошку. Это же полная истерика! В один голос говорят постоянные клиенты с курочкой, зеленью, на домашнем кваску. А с каким энтузиазмом они зачерпывают ложкой густой зеленый борщ, сдабривая его сметанкой? И становится очевидным, пришло время перебираться на солнышко, точнее в тень веселой летней площадки, выгревая косточки. Хотя если говорить о костях семги, то в филейной части их не сыщешь. Рыба-то запекается после маринования и подается с лимонным соусом. Ох, эти милые еврейские штучки! Хороший хозяин ничего в своем ресторане не сделает просто так. Вот и шагаловские птицы при деле, чтобы напомнить про шуры-муры, петушиные гребешки на золотом картофельном блине с лучком. Это блюдо просто обожал Моше, первый ребенок первого израильского кибуца Деголия. И постоянные гости Цимис разделяют мнение старого иудея, но не порцию. Наслаждаться в половину не в традициях древнего народа. А уж если отдыхать, то непременно под скрипку. И не только в шаббат, на который традиционно готовится челнг. Из нежной телятины, тушеной с фасолью, стеблями сельдерея и перловкой, в мягком томатном соусе. Но в Цимисе это блюдо можно есть хоть каждый день. Да и верченый вишневый струй долю красит любой обед или ужин. Ведь по рецепту бабушки-машавы в него кладут и орехи, и изюм, и апельсиновую цедру. А чем запивать это наслаждение, нужно спросить бармена. Весна настолько взбудоражила его чувство, что он искренне обидится, если гость откажется испить его кофе-фрапе или не познает радость Сторы на основе джина. Если, конечно, руль позволяет. И ежели кошелек еще не отощал, то маленький сувенир для бердичевского знакомого Льва Абрамовича будет очень кстати. Последним же словом, которое наверняка произнесет гость, уходя, будет «цемес», то есть «пальчики оближешь». И таки это правда. Субтитры создавал DimaTorzok